Здравствуйте, уважаемые люди, меня зовут Юрий Орехов. Речь пойдёт о нарушении прав моего ребёнка, которого зовут Ирина, моего ребёнка-инвалида. Но поскольку очень сильно врачи трепали нервы, я буду читать по бумаге, чтобы ничего не забыть, чтобы была хронология. Ну, начнём. Врачи ВОК ПДН, это Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер, завели уголовное дело, а действия работников на ВОК ЦРБ расценивают как дисциплинарный поступок. Уголовное дело, оно будет по статье «Халатность». У нас сложная семейная ситуация, дочь, ребёнок, инвалид. Каждый год, чтобы оформить группу, мы испытываем огромные трудности. Мы считаем, что и положена группа с рождения, но получить нам её удалось только в 4 года, ценой наших мучений и хождений по инстанциям. Ну, небольшое предисловие. В 2017 году мы сдали анализ крови ребёнка. О результатах нас не проинформировали. По ходу от Радненской амбулатории мы долго не знали результаты анализа нашей дочери. Они были очень низкими. Гемоглобин упал до самых минимальных показателей. То есть, это анемия. Ну, много чего могло возникнуть. Ну, врачи, естественно, они же переложили ответственность на нас, что мы сами виноваты, как у нас всегда бывает, родители сами виноваты. То есть, врачи абсолютно ни при чём. Легли в итоге они в больницу с супругом. Там они ещё сильнее заболели, им ещё хуже стало. Когда вложили их в больницу, вырвали амбулаторную карту. Потому что там же был результат крови. То есть, они не будут же себе сами вредить. То есть, вырвать карту, удалить этот листок и вклеить патронаж только то, что необходимо. Что всё нормально. Что мы потом просто не могли доказать. Далее мы неоднократно, в течение полугода, просили направить нашего ребёнка, дочь Ирину, в репетиционный центр «Парус надежды». На Плинхановской очень хорошее место. Но врачи Новосмоса ЦРБ, они бессовестно игнорировали. Ну, им было всё равно. Время шло. Ребёнка осталось без профессионалов, которые реально не знали, как помочь. В итоге это всё, естественно, отразилось на её здоровье. Потому что, ну, ребёнок болеет, и нужна грамотная помощь. А время идёт, теряется. То, ну, в общем, стало хуже. В итоге это отразилось на её здоровье из-за безразличия врачей. Только спасибо в областном, в областной больнице один врач нам просто помог. Он туда попасть, то есть, он позвонил и попросил. Мы пришли на приём, очень попросили, пожалуйста. Но он же видит, как ребёнку плохо. Ну, и позвонил, направили. Вот мы стали в пару сходить. Ну, вот спустя некоторое время в революционном центре нам порекомендовали оформить инвалидность. Потому что всё ясно по ней было. Ну, мы снова начали обращаться в Новосмосску ЦРБ, поскольку мы там живём. Чтобы получить оформление на МСЭ. И тут началось... Начинается вообще вот просто самое такое удивительное, поразительное. Мы подошли к... Вот, но она уже говорила, что она заведующая. Вот. Она обратилась к врачу, это педиатр. И они поставили нам ложный диагноз Y069 по МКБ. Это значит оставление ребёнка без присмотра, не установленным лицом. То есть, мы как будто не заботимся о своих детях. Вот. Ну, как беспризорник они никак, потому что... Вот я не знаю, что им в голову вступило такое, но это просто наглая ложь, потому что... И вот самое интересное, вот на бумаге, где вот был написан этот диагноз, не было ни даты. Ну, обычно же на любом документе, тем более медицинской, пишут дату и ставят роспись. Ничего не было. То есть, простая бумага с этим вот диагнозом. Ну, мы всё-таки просвещённый век живёт интернета, думаем, дай посмотрим, что это МКБ, что это такое вообще. Ну, посмотрели, а там вот такое. Ну, а затем мы начали обращаться к врачу-психиатру у нас там в Новую Усмин, чтобы она направила нам все. То есть, мы поэтапно всех. Мы же молодые, но опять, нам никто ничего не объяснял в этой Усмин-СРБ. Нигде никто не объясняет. Мы всё сами поэтапно к одному врачу пошли, пошли к другому. И все друг на друга стрелки кидают. Ну, я не знаю, у них есть какой-то план, что ли, сколько было бы больных или что. Не понятно, почему вот это всё получилось. Мы так и не можем понять. Ну, вот врач-психиатр, она и справку не дала, что вот нам все отправили. Ну, так. Ну, да, направить документы. Ну, или чтобы написал отказ, потому что там есть два вида. Или ты приезжаешь с документами, со своими собранными, ну, то есть, вообще врачи направляют, а ты приезжаешь с этими документами. Если врачи не хотят направлять, нам самцы ответили, чтобы они написали отказ. Вот врач, вот лечащий врач, психиатр отказался написать. И то есть, ссылается на то, что она не знает, что это такое. Ну, как может быть такое, что человек не знает, что это такое. Ты врач, всё-таки, правильно? Тем более, психиатрия, это очень тонкая вещь. Ну, то есть, опять нас выставили как бы дураками. Так. Потом мы начали писать заявление главврачу Потанину, ну, Новоусман, ЦРБ. Далее мы обратились в администрацию, к Маслову. Далее в здравоохранение написали Щукину. Ну, и, собственно говоря, ничего. Пришлось обращаться нам к губернатору ГУСИУ. И только после обращения к нему дело у нас двинулось с мёртвой точки. То есть, не могли ни УСМИСК, ЦРБ, ни там ВОКПДН. Никто ничего не мог. Только пришлось обращаться к губернатору. Ну, и мы к нему уже не один раз обращались. Затем второй раз, когда пришлось оформлять группу. Ну, врачи, естественно, снова затягивать. Ну, чтобы не давать, чтобы снять. Их интересы мне неизвестны. Я только могу догадываться. Они ничего не объяснили. И вводили нас в заблуждение. На протяжении двух месяцев, вот два месяца. Мы прошли, один раз всё собрали. Но мы не знали, они не объяснили. Пришли, принесли документы. Говорят, уже срок вышел. Надо же за месяц до того, как нам себя править. Мы начали заново проходить. Ну, им было, врачам глубоко плевать. Ну, ещё супруга у меня в этой маме была в положении. Вторым ребёнком. То есть, вот она в положении. И она вынуждена всех слёзно просить. Примите, пожалуйста. Сидеть под кабинетом. Всё время там, извините, там можно. Ну, как вот. То есть, настоящее издевательство просто. Я понимаю, что врачи, они люди. Все устают, да. Там профессиональное выгорание, может, или ещё что-то ещё. Но если ты не можешь быть нормальным врачом, может быть, иди на завод, работай, или ещё куда. Всё-таки человек это, ну, тем более в положении. А ВКПД, она заведующая, я точно не помню. Вот она заведующая детским отделением. Несмотря на уговоры и просьбы выдать справку супруге с диагнозом, выдать справку с диагнозом, она ответила отказом. То есть, она, моя супруга, с кого-то она пришла в положение, говорит, ну, напишите, пожалуйста, справку. Просит, ну, всё, отказ, не будете ещё писать. Ну, а мотивирует это, ответ таков, что, по её мнению, такие данные не выдают. Но это не соответствует действительности. Если открыть в интернете, посмотреть, почитать, что мы, как родители, имеем полное право любой документ, ну, запросить любой документ, но только с письменного разрешения. То есть, пишешь, ну, просьбу там, выдайте документ. Но, опять же, нам об этом никто не говорил. Мы всё, опять же, через интернет. Нашли всё. Ну, вот супруга ходила с заявлениями, просила. Ну, а потом она всё упрашивала, заявление, и после долгих уговоров, ей просто вот кинули, знаете. Потом мы опять пришлось обратиться к... Ну, что, вот такая ситуация, что мы не можем, а даже документы вот это получить. Но это не принесло никакого результата. Пришлось снова обращаться к губернатору Гусеву за помощью. И благодаря ему получилось выбить все вот документы, которые необходимы для МСЭР. Так, ну, дальше мы видим, что так развивается ситуация, но что-то это неправильное. Ну, сколько вот так вот трепать нервы, всё затягивать. Ну, что-то это незаконное. Ну, мы с супругой приняли решение обратиться в следственные органы, чтобы разобраться с тем, что происходит, и насколько законно исполняют врачи свои обязанности. Ну, вначале мы пробовали обращаться в ведомственные инстанции. Вопрос не решили. Далее в областную прокуратуру ИСК, ну, это по Воронежу имеется в виду, дело снова спускает Новый Усман. Так, 9 апреля 2021 года нас письмом проинформировали о передаче дела в Новосумнский ИСК. Ну, нам сказали, сидите дома, ждите, вот никуда не приходите, ну, как, если что, разберутся, ну, нам сообщат. Ну, собственно говоря, мы же доверяем милиции, полиции, доверяем всё. Ну, сказали ждать, мы сидим, спокойно ждём. Вот, а время идёт, результаты никакого. И, в общем, спустя больше года, 17 ноября 2022 года, мы в Новосумнский ИСК сами пришли. Ну, что же это такое? Там же есть определённый срок, сколько может это дело рассматриваться. Ну, нету ничего. Ну, как, наш ребёнок и что мы будем? Надо же разбираться, в этом было всё. А там пояснилось, что дело передали обратно в полицию. То есть, и нас об этом не уведомили. Хотя, любое заявление из таких инстанций, они должны уведомлять родителей. Так, пошли, ну, мы с супругом всей семьёй, опять же, пошли в полицию, чтобы найти документы. Но там не мог найти никаких документов, вообще никаких. То есть, нашего дела там нет. В ноябре 2022 года написали заявление, мы пошли в ИСК, написали заявление с просьбой в это решение. Ну, что ж, так, ну, какое-то определённое решение должно быть в нашей ситуации? Ну, а нам вынесли какое-то обращение к прокурору. Ну, таким образом, на заявление от 30 марта 2021 года о неправомерных действиях должностных лиц в Новоосманске РБ не было никакого ответа. То есть, ничего, то есть, ну, как карусель можно так выразиться. Одни следственные органы передали одним, потом назад. Ну, в связи с этим нам пришлось выразить недоверие к действиям сотрудников Новоосманского СК, прокуратуры и ОМВД, занимавшиеся нашим домом, нашим делом. 23 ноября 2022 года мы отправили письмо в СК РФ, ну, то есть, потому что здесь ничего никто не может решить. Хотя, ну, это же не самое такое нераскрываемое дело. Мы же все документы предоставили, мы постоянно делаем ксерокопии, мы постоянно у нас целые папки дома лежат. Ну, отправили мы, в общем, письмо в СК РФ, ну, а письмо долго не доходило. Не понимали, как же так, там, оно же трек ЕМС-почта, она быстро доходит, должно за несколько дней. Но прошло две недели, письма нету. В итоге пришлось супруге написать заявление на розыск письма. Куда письмо-то делось? И только после этого, после заявления, спустя несколько дней оно нашлось. Вот тоже удивительным образом, как так получается. 26 декабря 2022 года позвонил из Новоустовской ОМВД инспектор по делам несовершеннолетних и пригласил нас на опрос, сообщив, что не могут найти материалы нашего дела. Все, дело потеряно. Ну, вот, наступил 23-й год, мы снова проходили психиатра и логопед в ОКПДН. То есть, они нам каждый раз меняют диагноз. Вот сейчас я потом подробнее объясню. То есть, мы вынуждены были каждый год оформлять снова. Ну, по моей дочери, дочери Ирине, очень все видно, незаметно. Потому что у меня есть и генетические заболевания, ну, и другие серьезные проблемы. Так, в 23-м году проходили психиатр и логопед в ОКПДН для сбора документов на МСЭ. Они были проинформированы, настроены, как проводить тест. Тест нам назначили, тест Векслера. Проходите, это он, ну, чтобы определить, насколько у него интеллект какой. Так, перед тестом вот супруга обратилась к психологам, чтобы они не подсказывали. Так, они были проинформированы, настроены, как проводить тест, что самое обидное, сколько баллов нам поставить. А это немаловажно в баллах. Потому что, если там ниже определенных баллов, это уже все. Потому что, как дальше вот нам в школе учиться? Надо же разбираться, в какую нам школу идти. Нормальную? Ну, нормально она не может. Потому что нам нужен край вот этого теста Векслера пройти. Мы это здесь проходим, но баллы настолько завышены. Хотя это не соответствует действительности. Так, при проведении теста Векслера дочь не выполнила 50% заданий. Супруга была там, и мы фиксировали. Потому что, как ведут себя врачи, мы просто записывали. Просто записывали. Вот вопрос, вот ответ, и как отвечает и ведет себя дочь. И вот, представляете, более 50% она не выполнила. Ну, это же о чем говорит. А они там показатель нам очень большие, рисуют чуть ли не менее. Ну, у нее все хорошо, все нормально. Ну, то есть, если человек не ответ на 50%, оставшиеся ей помогли с подсказками, ну, о чем это говорит? Откуда берутся баллы, по-прежнему неизвестно. В 2021 году врач ВКПДН, старый советский врач-психиатр, поставила F79. Это F79, это умственная отсталость. Вот ребенок поставили умственную отсталость. Тем более, врач опытный, советский, вот она. На следующий год поменяла диагноз, а в 2023 году еще раз поменяла. Завелся результат теста Векстера в несколько раз. Ну, 3 февраля 2023 года возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Ну, вот мы неоднократно просили провести в другом городе, в любом городе, там, вплоть даже и в Москве, чтобы не зависеть медицинскую экспертизу, потому что нам нужен точный диагноз, чтобы, ну, как дальше ребенку жить. Ну, вот дело зависеть медицинской экспертизы никак не доходит. То есть, уже несколько месяцев в феврале возбудили уголовное дело, и вот мы начали уже с февраля уже просить, чтобы дать ему нам другой город. Ну, вот сейчас у нас уже май, результат нулевой. То есть, вот о чем вы говорите, странно как-то. Ну, мы опасаемся, что дело замнут. Ну, вот в связи с этим мы вот вынуждены были обратиться в СМИ вот к вам, чтобы, ну, в надежде, что вы как-то повлияете на бессовестное поведение врачей и привлечете общественность к этой теме, ну, потому что нельзя так. Вот еще вот такой самый главный вопрос. Как все вот действия врачей соответствуют с указами президента о защите семей, детей и материнства? Вот это самый главный вопрос. То есть, выходит, президент говорит так, а люди, врачи делают совершенно иначе.